БОРТОВЫМ НОМЕРОМ 27 июня в районе Бобруйска образовалось два котла, в которых оказались немецкие войска 35-го армейского и 41-го танкового корпуса общей численностью до 40 тысяч человек. За сутки тогда 9-й танковый корпус генерала Бориса Бахарова отразил 7 контратак противника, пытавшегося прорваться на север и в Бобруйск. При этом было уничтожено до 40 танков и 100 машин врага. К исходу дня соединения корпуса вели ожесточенные бои в районах Новой деревни, Думановщины, Титовки, Зеленки и Силипки, на стыке дорог, ведущих из Могилева, Рогачева и Жлобина в наш город. Как отмечено в журнале боевых действий, по инициативе Комкора, продолжая движение в направлении Бобруйска, корпус овладел Титовкой, разгромив местный гарнизон и колонну мотопехоты, не успевшую переправиться через Березину. В течение ночи, взаимодействуя с частями 41-го стрелкового корпуса, танкисты Бахарова отбивали яростные атаки фашистов, пытавшихся прорваться из города в северном и северо-восточном направлениях по дороге на лагерь Большевик. Днем 9-й танковый продолжал уничтожать врага, стремившегося вырваться из окружения. 9-й танковый корпус за 10 часов, совершив 50-километровый марш с боем, овладел единственной и основной коммуникацией противника на Березине, узлом четырех шоссейных дорог Титовкой и держа под огнем железнодорожный и два шоссейных моста через реку. Не допуская противника со стороны Бобруйска, закончил оперативное окружение Рогачевско-Жлобинской группировки в составе пяти дивизий. Без малейшей передышки 9-й танковый корпус генерала Бориса Сергеевича утром 28 июня получил приказ командующего 3-й армии Горбатого сдать к 14.00 свой боевой участок командиру 41-го стрелкового. Во взаимодействии с командиром 40-го корпуса 129-я дивизия, которая к тому времени уже вышла на рубеж лагерь большевик Гута, форсировать Березину в районе Щатково и наступать в направлении Напуховичи. В боях за освобождение Минска 9-й танковый корпус получил вторую благодарность верховного главнокомандующего и соединение устремилось к Барановичам, где, взяв город, заслужило третью, овладев слонимом и четвертую высокую оценку Сталина. Но вот на Ружанско-Пружанском направлении с Комкором случилось непоправимое. При проверке рубежа обороны под деревней Казимировка генерал-майор танковых войск Борис Сергеевич Бахаров был убит прямым попаданием снаряда немецкой пушки. Но похоронили отважного командира корпуса, как он того и хотел, в нашем городе на Березине, где его соединение получило почетное наименование Бобруйского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова